Конструктивный разговор – это не только и не столько разговор о стилистике. Участники выставки под одноименным названием через образы архитектуры I-III XX века пытались понять людей и время, которое вдохновило их на создание сдержанных и лаконичных городских зданий, сравнить две эпохи, два мира, которые находятся на расстоянии века. А язык живописи – универсальное средство, при помощи которого это можно сделать. Прошло сто лет. Это расстояние позволяет посмотреть на то, что было тогда. Это физически осязаемое расстояние столетия нашей обыденной памятью. Один из самых важных механизмов в искусстве – это механизм сравнения. Сравниваешь себя с кем-то, сравниваешь свое время с другим временем. И расстояние вот это, оно позволяет сравнить нас сегодняшних с теми прошлыми людьми. Мы выезжали, искали, нам помогали добрые люди, мы выезжали на исторические места, мы выезжали на какие-то экскурсионные поездки. И мы, как художники, запечатлевали те места, которые проезжали, которые мы видели. Мы изучали историю нашего города, нашего государства. Мы решили посвятить выставку 20-30 годам прошлого столетия, потому что стиль конструктивизм, он как-то нам больше известен как советский конструктивизм, вообще это как функционализм европейский. Строился, конечно, как европейский функционализм, потому что это были 20-30-е годы, такой исторический период. И этот архитектурный стиль – это не унылость, не отказ от чего-то красивого. Это действительно функционально, полезно, насколько это можно себе представить в архитектуре. Алена Кондрашук – выпускница Брестского государственного университета имени Пушкина. И одна из тех молодых и талантливых художников, которые состоят в объединении в итоге творчести. Многие из пленеров прошли при её непосредственном участии. И на этих творческих встречах девушка не только нашла источник вдохновения и темы для своих картин, но и получила бесценный опыт. Самый запоминающийся пленер – это когда шёл дождь, мы ужасно промокли, ночевали в школе. И я начала писать работу. Немножко расстроилась, потому что уже из-за погоды нужно было собирать вещи, как бы не дописала работу. Потом прихожу, достаю работу, смотрю, а на ней просто чудесные эффекты благодаря дождю, потёки, разные такие точечки, крапинки. То есть то, что, в принципе, получается просто благодаря вот таким явлениям природы. Каждый наш пленер, он особенный. На нём свои какие-то приключения, события. Где-то мы замерзаем, где-то пишем, когда снег, картинка, когда дождь. И всё равно это даёт какой-то такой уют, свою такую тёплую атмосферу. И потом создаём такие чудесные работы. На выставке представлено 27 работ талантливых мастеров кисти нашего времени. На всех изображены здания, которые были украшением улиц Бреста прошлого века. И можно с уверенностью сказать, что конструктивный диалог получился. Ведь молодым художникам удалось пропустить сквозь себя замысел каждого из архитектурных сооружений. А значит, протянуть невидимую нить между поколениями. Ведь искусство – это не только способность отличать оттенки, но прежде всего способность понимать оттенки смысла, которые воплощает мастер.